добрый день с вами по-прежнему доктор шуров для вас мы ведем канал на ютубе пишем статьи на дзене милости прошу ко мне на интервью рубрика очень интересная также напоминаю про телеграм-канал и книгу все кто покупал пишите отзывы готовлю третье ваше мнение очень важно для нас тема сегодняшнего разговора задано вашими запросами частыми проблемами пациентов которые не могут наладить семейную жизнь сейчас очень модное слово abuser на русский она дословно переводится как насильник но у нас под насильником обычно понимается сексуальный насильник поэтому пользуются западным термином abuser abuse это повторяющиеся насилия в рамках отношений вам не обязательно быть замужем это не обязательно должны быть семейные отношения но это будет система когда человек прибегает к разным видам насилия в отношениях конечно же в первую очередь нам в голову приходит физическое насилие когда бьют в той или иной степени человек пишет заявление или попадает в больницу или даже убивают очень много резонансных случаев мы знаем и руки могут отрезать жене и много чего сделать но это такие уже абьюзеры садисты очевидные преступники в большинстве своем абьюз протекает более плавно по определенной цикличности то есть вначале надо понимать что абьюзеры некоторое время создает очень сладкую картинку вот здесь первый совет от доктора шурова если очень большое совпадение по интересам выясняется что человек также все любит как и вы и он очень нежны и внимательны все прочее не торопитесь официально оформлять отношения беременеть потому что как правило абьюзеров надолго не хватает вот этот медовый месяц это достаточно короткий промежуток времени когда человек выдохнется и обязательно покажет кто он есть ну даже уже в этот момент человек старается собрать максимум информации семья друзья интересы финансовые возможности планы на будущее он постоянно вас будет дразнить любите путешествовать он вам расскажет что он вам обеспечит путешествиями целый год любите картины там обязательно поедем куда-нибудь в уфице ватикан все прочее он подготовится он очень хорошо или она их не настаиваю на том что это мужчина ну в общем первое это умение создать образ любви показать естественно бьюзер тоже сам понимает что долго не протянет поэтому максимально быстро затянуть в отношении давай жить вместе я там достаточно состоятельным бросай работу это уже в рамках экономического абьюза чтобы максимально поставить зависимость от себя уже время торопит давай там детей давай то давай это потому что надолго не хватит и постепенно вот этот медовый сладкий период переходит периоду придирок когда вдруг выясняется что немножечко ты не соответствуешь его прекрасным ожиданием причем если у мужчин это протекает в виде агрессии там с криками с ограничениями вот ты еще хуже чем моя предыдущая еще один маленький совет должен настораживать список предыдущих отношений которые ничем не закончились когда люди убегали вот изучите страницы бывших жертв может быть даже пообщайтесь на всякий случай я понимаю что вы в розовых очках вам очень хочется личного счастья но вот тем не менее вот эта история что 10 раз не получилось а я та самая 11 которая все исправит родит ребенка вот он его возьмет на руки умилится и все будет хорошо но это очень смешная история поверьте мне очень много таких пациентов которые искренне недоумевают я вот создала все вот угодничество с абьюзером не работает как только вы соответствуете очередному списку требований требования будут расширяться причем по принципу себе он будет разрешать все несколько суток может отсутствовать с друзьями типа приходить запахом духов пьяные еще какое угодно вам будет запрещено точно также все и любой звонок это обязательно покажи кто там был это относится уже к социальному контролю потому что абьюзер разрушает все социальные связи он должен вас поссорить с родителями родители могут дать обратную связь просто объективно сказать ты с кем живешь зачем тебе это надо тут перспектив никаких если есть какие-то умные подруги друзья их тоже надо обесценить еще раз напоминаю виды абьюза физическое насилие физически он самый очевидный там максимально быстро абьюзер просит прощения не подавать заявление еще что-то причем если вы думаете что это только мужчины женщины тоже могут очень сильно избить вот у меня есть история где сковородкой жена била мужа он несколько раз попадал больницу дальше это психологически это самое тяжело доказуемые там и ирония и обесценивание и сравнения и различные вот ну в основном оскорбление ты там неудачник причем обобщающие как правило до которые очень тяжело опровергнуть когда критикуются не ситуации какая-то ошибка человека делаются общие выводы о том кто он есть так называемое ты послание когда непрерывно критикуют или высмеивают женщины чаще иронизируют сравниваю с более успешными мужчинами припоминают какие-то обещания да когда человек ухаживает но он склонен где-то сильно преувеличить свои возможности может он и хотел это сделать потом в реальной жизни выяснилось что возможности более скромная вот это будут припоминать очень долго и сравнивать с другими это психологическое следующий вид экономически максимально поставить в экономическую зависимость от себя как правило это мужской тип доминирования уходи с работы сиди дома он мне нужен там уют ты не справляешься с бытовыми обязанностями поэтому давай все бросай обеспечивать своему перверзному нарциссу идеальные бытовые условия он все равно найдет за что поругать тут даже если вы бросите вы попадете в зависимость уже вас будут контролировать каждую копейку требовать отчеты вот этих чеков из магазина где чего как это приведет только ухудшению ситуации сексуальный абьюз немножко по-разному протекают если мужчина они больше стремятся доминировать принуждать к сексу то женская манипуляция сексом это как раз отказаться показать что тебе совсем не нравится ты лежишь мучаешься терпишь там как-то сильно партнер не соответствует своим ожиданиям то есть вот его самооценку разрушить снизить продемонстрировать что совсем не то вот когда ухаживал ты был такой а сейчас вообще вот надо за домкратом идти и прочее вот это естественно это очень больно бьет по эго мы отдельный вид репродуктивный абьюз когда мужчина заставляет вот очень много рожать женщина непрерывно беременна понятно что 5 6 ребенок это уже очень большие проблемы уйти там даже по примеру можно мужское женское поднять передачу вот когда 45 детей совсем жесткий происходит физический абьюз и мужчина совершает насилие не только в отношении женщины мы в отношении детей по принципу а куда ты денешься с таким количеством детей ты экономических не потянешь вряд ли другой мужчина захочет такое количество чужих детей воспитывать и женщины достаточно быстро ломаются под этой нагрузкой если мы возьмем абьюзеров зачем они это делают часть людей с личностными расстройствами наше любимое нарциссическое расстройство личности собственная грандиозность если что-то удалось это признанный гений которому вообще должны все в ножки кланяться самый худший вариант это неудачник нарцисс озлобленные скрытный который в жизни не демонстрирует своего превосходства окружающим потому что похвалиться не чем ну в рамках семьи он соответственно оттягивается по полной отыгрывает свое эго конечно же детская травматизация мы должны понимать что дети копируют поведение родителей когда были абьюзивные отношения в семье ребенок в этом рос он с высокой степенью вероятностью тоже это стратегию воспримет как нормальную что можно кричать на партнера бить обманывать изменять тем более видео что второй партнер под это подписался терпел плакал часто такое послание там вот от мам что все ради тебя ради детей вот я мучаюсь это во первых очень сильно отбивает желание создавать партнерские отношения особенно если девочка либо наоборот вот такой мужчина который себе позволит дальнейшем будет ей восприниматься как норма ну соответственно мальчик это тоже скорее всего будет абьюзером если мама была главная в семье доминирующая холодная ну вот и девочка вырастет такой же манипулятивной будет устраивать кастинги женихов там их сравнивать еще чего-то постоянно держать в тонусе обесценивать критиковать поэтому какой-то счастливой семейной жизни говорить сложно это все кандидаты на психотерапию кандидаты на несчастный брак и мы понимаем я это называю зло продолжается во времени потому что появляются дети они на эту модель смотрят в них есть уже определенная психическая предрасположенность силу того что они наследуют своим родителям и вот на мужском и женском часто три поколения приезжают мы видим доминантную абьюзивную бабушку который несколько дедушек умерли она одна такую же несчастную дочь не способную построить у которой уже бабушка отняла внучку не дает общаться и вот такую же внучку который сама себя режет на уровне стресса у нее ранее употребление все прочее круг замкнулся я немножечко уже сказал о последствиях вот когда вы живете в таком холоде в такой агрессии последствия обязательно будут для всех я сейчас не хочу вызвать много негатива у матерей живущих в таких отношениях я прекрасно понимаю что выросли в этих токсичных отношениях что вина это вообще основной инструмент управление вами также как это пользовались родители так этим пользуются супруг вы бесконечно испытываете вину и стыд по любому поводу вами очень легко манипулировать вам не дали другой жизни не показали другой модели чтобы вы могли сравнить что отношения могут быть на равных где всем хорошо где один не служит другому поэтому если вас сейчас триггерит то что я говорю вам откликается надо честно приходить на диагностику на психотерапию мы все разберемся мы вытащим всю эту модель по которой вы живете мы поработаем с вашей виной и стыдом основными инструментами для манипулятора потому что абьюз он может быть как и директивные агрессивные так из позиции жертвы бедный несчастный вспомните когда ваш тиран вас доводил до крайности вы уже даже уходили он начинал давить на жалость я покончу с собой еще чего-то сделаю у меня там уже прединфарктное состояние он же знает что вы не выдержите до меня в тюрьму посадят из-за твоего заявления и что в итоге в тех историях где мы знаем что женщин убивали они несколько раз писали заявление полиция готова была действовать потом происходило примирение и женщина это заявление забирала поэтому вот услышали себя больше не тянем абьюзер не поменяется цена вопроса психическое здоровье и счастье детей неважно мужчина женщина токсическая бабушка у которой не сложилось жизни которые вот забрала внуков на воспитание перечитайте санаева похороните меня за плинтусом бабушки могут быть не менее ужасные не менее разрушает жизнь важно быть со своим ребенком на одной волне видеть его психическое состояние если начались самоповреждения ребенок не спит проблемы с учебой какие-то психоактивные вещества неблагополучие будет крыться в том числе и в семье отдельно смотрите абьюз и дисфункциональные семьи я это все разбираю поэтому последствия не только для жертвы не только для того кто непосредственно взаимодействует с абьюзером абьюзер испортит жизнь вокруг всем если совсем глобально давать разницу то мужчины абьюзеры они больше склонны к физическому более явному насилию когда ну всем очевидно становится женщины в силу природы в силу того что они физически более слабые но более гибкая психика они склонны к манипулятивным ходам к сексуальному абьюзу к игнорированию к оценочным суждением негативным вот они больше работают самооценка не если мужчина физически воздействует то женщины воздействуют на самооценку на психическую сферу на сексуальную сферу то есть тоже очень много упреков у меня супруга работает сексологом вот очень много мужчин таких обесцененных уже синдромом тревожной неудачи когда им даже вот страшно и подумать о каких-то сексуальных отношениях это вот все результат высмеивания очень жестких оценочных суждений в сексуальной жизни не надо считать что женский абьюз более гуманны потому что в итоге мужчина впадает в депрессию очень многие спиваются начинают злоупотреблять психоактивными веществами ну их же убедили в том что они неудачники ничего хорошего их не ждет или наоборот начинают как-то повышать свою самооценку то есть активно изменять пользоваться платной любовью ну по моему опыту такой человек уже приходит и с несколькими зависимостями и с очень низкой самооценкой которые очень тяжело восстанавливать с разрушенными коммуникативными функциями ну и конечно же с депрессией в подарок там всегда будет депрессия потому что у нас депрессия базируется на самоуничижение я недостоин любви я ничтожен ничего хорошего меня не ждет я уже там некоторое время злоупотребляю поэтому на меня еще навесили что и алкоголик без перспективность который мучаются вот такие выводы которые уже дальше сами себя поддерживают более того человек верит и остается около абьюзера он еще ему добавляет фактуры как всегда история из практики доктора мужчина в самом расцвете сил 30 плюс какой запрос депрессия тревога не выдерживаю рабочий день каждый вечер выпиваю алкоголь втихаря от жены пока еду в дороге но она все равно почувствуют и по этому поводу устроит головомойку что выясняется что люди не так сказать их нельзя назвать неопытными имеют определенный опыт отношений за спиной встретились был период определенного ухаживания всех все устраивало когда соответственно женщина переехала к нему показала себя хорошей хозяйкой очень яркий секс полная отдача из множественными оргазмами все всем довольны наступают брачные отношения и постепенно райдер растет с одной стороны надо много денег ну хочу много денег понятно что мужчина когда ухаживает немножко как павлин хвост распустил там определенное обещание сделал соответственно его поймали на разрыв на дихотомию когда говорят и деньги да хорошо но и времени ты должен со мной проводить достаточно я вот люблю не могу скучаю дамы еще домохозяйка она решила не работать потому что могли себе это позволить понятно что она дома скучает копит определенные аргументы вот мужчина возвращается с работы получает эту порцию критики по поводу денег отсутствие внимания у него автоматом ну пропадает желание вот эти разговоры бесконечные конфликты поддерживать он наоборот стремится как-то больше быть мне дома брать дополнительную работу или встречаться с друзьями это усугубляется своей стороны накал потребность в алкоголе растет тревога нарастает ну и в итоге полная дисгармония конечно же отказ в сексе еда как он сказал какие-то совершенно дешевые пельмени разогретые за пять минут до моего прихода меня это не устраивает я пытаюсь говорить мне говорят иди сам готовь если тебя что-то не устраивает вот полное разочарование картинка до и картинка после и видно что мужчина интеллигентную на хорошей должности он какие-то жесткие силовые конфликты выдерживать не может поэтому что он убежал в депрессию в алкоголь потребовалась семейная сессия там понятно что мама растила 1 мама очень токсичная с большими запросами что вот дочка это мое вложение сокровища найдет достойного мужчину меня будет хорошая старость ее тоже изрядно накрутили и дали очень специфические представления о достойных мужчинах и мы видим полный дисбаланс естественно в терапию должны идти оба понятно что еще который приходит с запросом который дозрел он больше так жить не может там нужны антидепрессивная терапия и противоалкогольная и параллельно психотерапии но без проработки жены без того чтобы они все-таки нашли общую сторону до чего-то договорились я честно могу сказать такой брак сохранить очень тяжело рано или поздно вот один из партнеров пошел психотерапию вырос а второй не желает вот ему комфортно из этого какой вывод скорее всего абьюзер это 2 которому бы как более менее нормально и у него послание я нормальный вы не нормальный он не хочет меняться и соответственно 1 должен делать вывод устраивает его этой истории на или наверное все таки его ее нужно прекращать вот сейчас вспомнил тоже один момент где мужчина был абьюзер и я вижу что он не хочет меняться чисто формально пришел я говорю ну я возьму в работу при одном маленьком условии пять дней ты не орешь на жену не оскорбляешь не унижаешь вот тебе запрет пять дней просто покажи свои намерения а я полдня продержался а я сутки он два месяца мне рассказывал что он не может пять дней на нее не орать потому что она тупая грязнуля плохая мать я говорю без выводов твоя ответственность твое задание короткое не унижай так и не смог психотерапия не состоялся запрос был ее поменять ей объяснить что она ненормальная пришло понимание так больше жить невозможно внутреннее давление нарастает вы устали вы начали болеть психосоматика давление панические атаки клаустрофобия вас триггерит ваш партнер он уже к вам приближается у вас вегетативная буря вы готовы с кем угодно общаться только бы не с ним вот задумайтесь время пришло нужно идти к специалисту садиться разговаривать у нас будет оптимальный план минимальный план с потерями выхода из отношений если другой человек не хочет меняться но мы обязательно разработаем стратегию поработаем с вашим дисфункциональным поведением и выведем вас на хороший качественный результат как всегда вопросы к моей думающей многострадающие частично терпящей аудитории сталкивались ли вы с абьюзом кто был этот абьюзер обязательно напишите свою историю возможно вы станете героем следующего интервью если захотите являетесь ли вы абьюзером осознаете ли вы свою абьюзивную природу сколько страданий вы принесли окружающим готовы ли вы поработать со своим поведением ну и конечно же как мы оправдываем абьюзеров партнеров родителей может быть всегда ли любимая бабушка была настолько адекватно сейчас взрослой позиции понимая что с детской критики нет вот вы прослушали то что я сказал сравнить это очень важно еще и раз рекомендую книгу санаева похороните меня за плинтусом там все эти инструменты показаны если у вас остались какие-либо вопросы пишите если вы в этой проблеме мы вам обязательно поможем желаю вам долгой счастливой жизни не абьюзеры не жертва бесконечно любящий вас доктор шуру